Обстал я, между прочим, в зиме 30. Сегодня мы едем на Пикник Нью-Ше. Yes. Типа автобус из моего города в Москву, в Польск, как Мим. Я такой потерянный. Я на абсолютно незнакомом мне вокзале, был здесь единственный раз в жизни. Еще у меня 4% на телефоне. Видите, что у меня теперь есть? Эть, это мне. Той, да какой башмар. 29 августа и утро. Началось с ним, слава богу. Ребята, мне страшно. Чего слова. Короче, уходя в кафеде снова в дерево, решил гладить рубашку. И параллельно расскажу вам, что сегодня происходит. Зачем я так рада встал? Обстал я, между прочим, в зиме 30. Извините меня. Не привык, не привык. Постой кустовой. Короче, сегодня мы едем на Пикник Нью в Ше. Вот. Пикник дизайнеров. Что там соберемся? Я не знаю, что там будет. Там был часик. Честно говоря, я его не читал. Too much SMS. I don't get it, I don't handle it. Не вывожу. Понимаете, есть такой моментик. Автобусы в Москву у меня час. Экстренно гладим рубашечку. Немножечко завтра, подкрепляемся. И, пожалуй, надо выдвигаться. План пока что такой. Что с ним будет происходить, вообще не знаю. Я знаю, где мы собираемся и во сколько. Как с ним вообще, правда, ребят. Нет, без вопросов, пожалуйста. Ребят, оценочка лука. Не знаю, насколько это прикольно. Но, короче, тем не менее. Что-то вот такое у нас. А, а то, что типа я в этих же вещах езду в Нижний Новгород. То есть это прошлый влог, окей? Окей, опустим этот момент, да? Мамзель уехала. Привезла меня на автобусную остановку. Ждем автобус. Он выехал от автостанции в 9. Мы выехали в 9. Вот. И вроде как пока что автобуса еще не было. Ждем. Норм. Типа автобус из моего города в Москву просто рахмил. Там не было места. Я поеду сейчас в Серпухов. Там буду смотреть уже, что делать. Либо пересаживаться на электричку, либо ехать на автобусе в Серпухов-Москва. И жидите там, куда пишут. Это немножечко грустно. Ну ладно. Я такой потерянный. Ужас, вы не представляете. Потому что мне пришлось купить билет на скорой за 450 рублей. И вместо того, что доехать на автобусе за 150, мы потратили в сумме уже 500 рублей. Ура, ура. Это просто потрясающе. Я на абсолютно незнакомом мне вокзале. Был здесь единственный раз в жизни 4 года назад. Нет, я ничего тут не знаю. Я просто хочу сесть на поезд и нервничать, не переживать ни о чем. Все, пожалуйста. Это так сложно. В итоге я сошелся на экспресс до Царицына. Боже, атакческая паника вошла в чашу. Я не знаю просто, что сейчас делать. У меня атакческая паника. Вообще происходит экстрим. Я к такому не был готов. И тратить столько много денег, я тоже не был готов. Короче, доехали мы на электрический, переселим в метро. Сейчас уже осталось буквально 2-3 станции до Оксабрьской. Там мы идем в паркорку. Собственно, у нас сходка. Наш пикник будет выходить там. Вот. Ну, я немножечко опаздываю. Бывает такое. Причем у меня 4% на телефоне. Я очень боюсь не заснять чего-то классного. Поэтому нужно по-хорошему на Октябрьской, ну или где-то рядом с парком Горького, найти, где арендовать powerbank. Так, ну а пока на фоне вас производятся красивые картинки из парка Горького. Расскажу вообще, что происходило на этом вше-пикнике. Ну, собственно, мы пришли в этот парк Горького. Нам раздали вот такие вот маршрутные листы. И мы пошли проходить всякие квестики. Ходим по всяким квестикам. Ставим галочки. Выполняем задания. Какая-то тут активная программа. Все задания были направлены на то, чтобы студенты максимально коммуницировали друг с другом, знакомились, общались, обменивались опытом. И это сработало. Я познакомился с очень классными людьми, с мега комфортиками. Все такие крутые, активные, красивые, вообще прекрасные люди. Потом мы еще кушали пиццу, всякие вкусняшки, играли в настолки. В общем-то, действительно, время провели. Классно, весело, замечательно. Смотрите, что у меня теперь есть. Эть, это мне. Никогда не пробовал бабу-чей. Сейчас попробуем. Короче, я не успел заснять первые свои глотки, потому что у меня сел телефон, что с голосом. Вот. Сам напиток очень вкусный. Это реально, типа, зеленый чай, жасмин. Вот. И шарики из теста. Такая прикольная тема, но как-то она меня смущает, как будто бы это не очень полезно. Почему она? Мне кажется, это очень забавный влог получается, из-за того, что я особо ничего не говорю. Что-то так подснимаю иногда. Ну ладно, потом разберемся. Уходим. Короче, со всеми я попрощался. Вот, ушел. Очень крутые ребята. Там, блин, все-таки мощные дизайнеры. Были и менторы. Ребята, которые уже учатся на дизайне. Вот. Они нам там, собственно, помогали нам. Отвечали какие-то наши вопросы там и так далее. Сейчас я еду к брату покушать, пообщаться. Давно мы тоже с ним не виделись. Расскажу там про вышку, про переезд и так далее. А там уже и домой. Ой. Встретились с братом, пообщались, вкусно покушали. Обсудили там что-то про учебу, про образование, про работу поговорили, про кухню. В безумно уютном районе находится... Это что такое? Почему так красиво? Безумно... Боже. Ну, ребят. В безумно уютном районе находится это местечко. Это ресторан Will Taste. Всем идти, всем кушать, всем наслаждаться вкусной, понятной, быстрой едой. А я побегу... Ой, какой-то будто бы даже Питер, ребят. А я побегу на автобус. Субтитры сделал DimaTorzok Этот влог вообще-то должен был состоять из одной поездки в Москву, но он немножечко расширяется. Я не знаю пока насколько, тем не менее. Происходят некоторые сборы вещей. Да. Боже мой, как бы вам так это... Так вот, да. Из последних новостей я попал... Вообще какой-то депрессивный варь на самом деле, потому что я приболел, у меня болит горло. Я ничего не успеваю, мне нужно собрать вещи, сделать тесты в Тинькофф, собрать все свои документы, там распечатать фотографии на студенческий билет и вообще много чего другого. Еще вот это вот больное немножечко состояние. Еще плюс ко всему, во второй... Я оказался в третьей группе. Вот. Ну, это мы сейчас про автобус, если что говорим, да. Нас распределили по группам, я оказался в третьей группе, а все ребятки, с которыми я общался очень активно последний месяц, все оказались во второй почти. Да, за заключением пару людей. Вот. И, конечно, хотелось бы попасть во вторую. Вот. Ну и в третьей группе не очень удобное расписание для меня. Тоже этот момент немножко смущает. Короче, такие немножечко депрессив вайпс имеются. Просто... Что это? Какой кошмар. Это какой-то... Подъем пищи молодого студента. Молодого больного студента. Ой, стыдно немножечко вот за этот... Вообще за все состояние моей комнаты в данный момент. Надо убраться. Вообще не могу ничего делать, стыдно говоря. Ой. Вам, конечно же, ничего не видно. Правда, ну, очень прекрасное место для того, чтобы продолжать снимать влог. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. В прямом смысле этого слова. Собственно, иду встречаться с друзьяшками. Погуляли мы с Алиной. Сейчас идем встречаться с Ксенией Копейцевой и Асель Атаевой. Вот. Такой план. Гуляем, встречаемся с ребятками перед отъездом, общаемся. Ох, немножко грустные лайбы. А что поделать? Ой, ребята, доброе утро. Сегодня 29 августа. И утро началось, не слава богу. Я встал, разлив воду. И здесь у меня какой-то срач. Здесь тоже срач. Еще с вчерашнего дня. О, боже мой. Сегодня категора планов. У меня болит горло. И сцом состояние такое немножечко, ну, слегка, слегка вяленое. Да. Вот. Сегодня я в планах сейчас пойти, помочь папе там по хозяйству немножечко. Потом сходить на тренировку, сделать фотографию на студенческий, строительство с Алиной и собирать вещи. Загрузено. Пока. Ладно. Так, Лядя, в полянке. Я не хочу. Федди, попрощаться. Федди от нас уезжает. А, там же. Всем пока. Пока, дядя Федор. Пока. Вращаюсь с залом. Это грустно. Это как-то так, это... По-душевному. Я же танцами очень давно занимаюсь. И типа лет 10. Ну, раз в 3-4 в неделю я ходил в этот зал. И прощаться со всеми ребятами не очень грустно. Но я, на своем деле, все, наверное, не до конца осознаю. Вот в нижнем, мне кажется, меня просто накроет лавина переживаний, лавина грусти, лавина депрессии. Вообще, какой сейчас план? Сейчас я иду делать фотографии на студенческий. На студенческий лет. Потом... Потом еду встречаться с Алиной. Вот. Тоже пообщаемся. Поразговариваем. Но с ней я пока что не прощаюсь, потому что с ней будем прощаться, скорее всего, уже завтра перед вылетом. Или как-то так. Я думаю, мы завтра с ней еще увидимся. Вот. Потом я еду к сестре, собираю все свои вещи. и еду все это стирать, все это собирать. Вот. Потому что... Потому что завтра вообще-то улетаю. Надо как-то быть готовым. Собираюсь я, естественно, очень своевременно. Естественно, как бы мы переезжаем завтра. Внимание, я переезжаю с рюкзаком. Вот такая тема, ребят. Короче, делюсь с вами таким инсайдиком. У меня не получается снимать влоги длинные, типа на несколько дней. То есть... Ну, вернее, как? Так, если происходит какое-то одно большое событие, окей, вот так вот. Все. Мы это... Почему так считается? Окей, мы это снимаем. И все. Как бы у меня там просто какой-то тумблер в голове включается. Мы все снимаем. И мы все снимаем. А, типа, когда вот несколько дней я решил, типа... Я снял мероприятие от Вышки вот этот пикник. Вчера я такой, ну, нужно, наверное, несколько дней, потому что, ну, мало материала с Вышкинского пикника. Запихнул в один влог несколько дней и переезд туда же. А в итоге вчера я ничего практически не снимал. Сегодня мне тоже как-то, кажется, с Кудника там по материалу выходит. Ну, возможно, завтра будет что-то прям такое насыщенное, да? Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как получится. Надеюсь, вам будет интересно. Напечатали. В целом, неплохо, могу сказать. Единственное, что у меня футболку перекосило, конечно. Но в остальном, очень неплохо. Ну, такие стандартные фотки на документы. Ничего, по крайней мере, меня в них не раздражает. Ну, фотка как фотка. Это мне красный. Это ничего. У меня еще это... Мне почему-то вот здесь была какая-то красная полоса на фотографии. Это тоже потретушировали. Я попросил, чтобы потретушировали, вы понимаете? Его боялась социофобия. Угу. Короче, ладно. Фоточки сделали. Все. Это мы кладем в документы. И завтра отойдем в вуз. Ой, завтра. Послезавтра. Вот так и так. Идем встречаться с Алиной. О, божечки. Встретились с Алиной, пообщались, пообнимались. Вот. Сейчас будем... Приехали к сестре. Будем продолжать наши вселенские сборы. Угу. Такой, такой вот моментик присутствует. Короче, что мы имеем? Мы имеем вот такую бандуренную сумку. Раз. Тонесную ракетку. Естественно, это самое важное, что нужно собрать. Вот такую сумочку. Костюм. Потому что я не знал, как его аккуратно сложить. И рюкзак. Такую бандуренную. Короче, это. Ну, это просто все мои вещи, которые собираю от сестры. Короче, сейчас приедем домой. И уже там будем разбираться, что мне по факту нужно, что нет. Но считаю, теннисная ракетка необходима. Как переезжать без теннисной ракетки? Ребята, вы себе это построили? Я нет. Внимание, чем я занимаюсь? Короче, я собрал все свои вещи вот здесь. Все, которые я нашел. Вообще, все, которые у меня есть. И я их рассказываю, типа, что я с собой точно хочу взять. Ну, или там, очень хочу взять. Что я не беру вообще. Потому что там, типа, шорты, всякие летние вещи, плавки. И еще одна водолоска, которая мне не нравится просто. И что под вопросом? Внимание, как бы, группка вещей, которые я хочу с собой взять, немножечко, немножечко не подходит под тему рюкзак. Пробуем образ на 1 сентября. Ну, по-моему, опасность. Такой, некоторый, Ребята, по-моему, разъеб, давайте честно. Пьем, короче, терафлю. Я помыл свои кроссовки. Три пары кроссовок. Все, короче, помыл. И тапочки еще помыл. Вот. Сейчас жду, пока достираются вещи. В целом, все остальные вещи, которые хочу с собой взять, чистые, но не глаженные. Вот, если вот сейчас, ну, не знаю, сейчас, наверное, нет у меня сил больше. Я сейчас выпью терафлю. Разберусь хотя бы как-то вот с этим хламом, чтобы это не валялось. Да. И буду отдыхать, смотреть пищеблок. Планы вот такие. Пока что так. Это наверняка, ну, как бы, да. Отдыхать пошел. Ахаха. Нет. Обманул. Смешно, правда. Он работает. У меня окончательно заложило нос. Я сейчас делаю тестовое задание в Тинькофф Академию на курс по графическому дизайну. Вот. Планирую туда попасть. Как бы, было бы славно, конечно, да. Вот. У меня остается буквально... Короче, дедлайн 31 августа. Сегодня вечер 29. И у меня, типа, готовый каркас трех славев. Ребят, правда, очень ответственно, правда. Ну, как бы, опустим момент, да? Мне очень плохо. Мне заложен нос. Мне теперь вообще... И вот это... Вот это что? Это что? Это что? Оно меня убивает. Просто помогите. Я погибаю. Субтитры создавал DimaTorzok